Вы смотрите урок по Joomla 4. Меня зовут Федор Васильев. Тема урока «Как включить SSL-сертификат в Joomla 4». Давайте сначала я расскажу, а для тех, кто не знает, что такое SSL-соединение, SSL-сертификат. SSL-сертификат, включенный на сайте, защищает передаваемые данные. Например, когда человек на вашем сайте в различные поля, формы или авторизации на сайте, или заполнение данных покупки с вашего интернет-магазина, банковской, свои реквизиты вписывать, чтобы купить онлайн с вашего сайта. Все эти передаваемые данные между клиентами и вообще пользователями с вашим сайтом, они шифруются, производя тем самым защиту ваших клиентов и вашего сайта. SSL непосредственно влияет на SEO-оптимизацию сайта. Я не знаю всех тонкостей, как это все работает. Вы можете прочитать в Google, информация есть об этом. Сам Google говорит, что сайты, не имеющие SSL-сертификат, будут ранжироваться ниже среди своих конкурентов, у которых есть SSL, то есть даже по этому критерию, по этому параметру. Также некоторые браузеры будут предупреждать всех пользователей, которые будут попадать через интернет на ваш сайт, что ваш сайт небезопасный, если у вас SSL не включен. А это прям 100% будет отпугивать ваших потенциальных клиентов. Они прямо в браузере, вот так вот, прямо в окне, в середине окна могут видеть этот сайт небезопасный. Там будьте осторожны. То есть люди сразу будут, конечно, шугаться от таких сайтов. Поэтому в наше время SSL на вашем сайте должен быть обязательным. Итак, делится SSL на бесплатные и платные. Тоже несколько слов об этом я скажу. И теперь внешний вид SSL. Как он на сайте вообще определяется? Выглядит сайт с SSL и без SSL? Скажем, если браузер не ругается, как сайт выглядит без SSL? Смотрите, сейчас вы видите мой официальный сайт. Я вам показываю, как выглядит SSL. Это в адресной строке любого браузера. Здесь будет такой замочек. Если замочек есть, SSL сертификат на данном сайте включен. Вот вы видите. Если нажмем на замочек, безопасное подключение. Тут есть информация. Сертификат. А мы можем посмотреть. И меняется адрес сайта. Буквально подставляется буковка S к моему домену. Вот обратите внимание. HTTP S. То есть получается сайты, не имеющие SSL сертификат, установленный на сайте. Обычно это без буковки S. Старый протокол HTTP двоеточие потом. То есть буковки S нет. Теперь, как выглядит сайт, который не имеет SSL сертификата. Вы такие могли просто не обращать внимания. Но я смотрю в интернете много сайтов без SSL. Вот мы с вами на протяжении прошлых уроков делали сайт. По сути, ну как делали. Набросали демо данные. Вот как выглядит это на хостинге мой сайт. Видите, нет замочка. Но есть восклицание. Подключение к сайту не защищено. Вот получается этот сайт у нас не подключен к SSL. И мы в этом видео сейчас достаточно просто и быстро подключим. Рассматривать будем бесплатный сертификат в этом видео. Теперь про бесплатный и платный. Это то же самое, как выбор хостинга. Между дешевым или дорогим хостингом. И какой выбрать вам. Вы можете пройти на любой хостинг, где у вас находится сайт. Потому что любой хостинг, то есть это регистрируется все там. Либо регистратор доменов. Например, вот он хостинг, хостик.ua сайт, который я использую, всем рекомендую. Здесь вот есть вкладка SSL. Вы можете просто посмотреть. Достаточно есть дорогие варианты. Например, 1328 рублей в год. И каждый год его надо продлять. Год прошел, опять надо будет заплатить за год такую сумму. Почему это платно? Потому что здесь вот именно платные варианты. Здесь можно посмотреть детали. И от чего зависит цена. Чем дороже, по идее, тем больше плюшек дает сертификат. Именно регистратор, который выдает сертификат. Плюшек, я имею ввиду, больше возможностей. Больше каких-то моментов. Тут уже зависит от специфики, что вам нужно. Например, вам надо включить поддомены. У вас к вашему официальному сайту много поддоменов. И чтобы SSL туда же распространялся. И, естественно, под эти нужно, нужно подбирать SSL. Читать детали. Смотреть, какой сертификат вам подходит. И, соответственно, чем дороже сертификат, тем больше его защищенность. И вот эти плюшки, возможности, все это включает. И чтобы, если что-то произойдет, какие-то взломы на сайте или еще что-то, по идее, ответственность несет. И отвечать будет за это регистратор, который вам выдал. Именно платный. Если вы купили, он, по идее, должен решить вопросы, помочь, если вдруг что-то случится. Но эту информацию надо проверять. Но, насколько я помню, они должны отвечать. Тот, кто выдает сертификат за надежность. Потому что они предоставляют эту защиту и так далее. И что вы, если спросите у меня, что я вам посоветую. Если сайт вы начали, у вас сайт, так сказать, молодой. Не какой-то там серьезный, огромный портал, интернет-магазин. Но даже если он такой, начать всегда можно с бесплатного SSL сертификата. Он тоже хорош. Я его использую тоже на своих сайтах. Единственный момент, бесплатный SSL, он выдается на 3 месяца. И обновляется автоматически, просто каждые 3 месяца. То есть, вы 1С, по сути, его сделали на хостинге. И больше не заморачивайтесь. Каждый год туда не надо проходить эту процедуру настройки SSL сертификата. И это максимально упрощенный, быстрый вариант его включения. Именно на хостинге. Причем, на почти каждом хостинге, по-моему, есть этот SSL сертификат бесплатный сейчас. Его можно использовать. Но только смотрите, специфика, да? Например, там нету, насколько я помню, возможности подключить под домены. То есть, это уже прерогатива платного SSL сертификата. Как я уже сказал ранее, нужно смотреть на специфику ваших задач. Возможно, вам бесплатный и не подойдет. И сразу надо рассматривать что-то из платных SSL сертификатов. В любом случае, бесплатный сертификат, замочек у вас уже будет. Он уже будет защищать, шифровать данные. Но он будет бесплатный. Но я вам скажу, для большинства случаев, такой сертификат вам вполне подойдет. И давайте рассмотрим теперь на хостинге. Во-первых, как его включить на хостинге. И как потом включить его в наши джумли. Вам нужно авторизоваться в вашем хостинге. У меня тут C-Panel. Здесь, как я уже сказал, у каждого хостинга. Посмотрите на вашем хостинге, если вы используете другой хостинг. У вас в разделе безопасность, вот у меня, здесь будет, вот он как называется. Let's Encrypt SSL. Вот он. Он бесплатный. Мы сюда заходим. Здесь у меня уже есть подключенные домены. И мне нужно подключить новый домен. Это тест. Вот этот, на котором у меня джумл 4. То есть сначала мы включаем его на стороне хостинга. Вообще решаем этот вопрос. А потом уже вторая задача идти на сам сайт и там его настраивать. Напротив своего домена я нажимаю вот на эту ссылку. И нажимаю вот на эту кнопку. И несколько секунд жду. Дожидаемся вот такого сообщения. Сертификат SSL теперь установлен для домена. То есть в этом плане, то есть в плане создания SSL именно в бесплатном, что как бы и удобно. Здесь ничего, никаких заморочек, настроек особых нет. С платным там немножко нужно повозиться, с платным сертификатом. А с бесплатным вот здесь и проще. Все, эта кнопка назад. Вот SSL теперь в списке доменов. Теперь последним этапом нам нужно пройти на наш сайт, к которому мы подключили SSL, в админку нашего сайта. Итак, я авторизуюсь, потому что пока что SSL здесь не включен. Его надо включить на сайте. Здесь мы переходим в систему. Общие настройки. Этих большинства настроек мы коснемся. Естественно, это будет в будущих уроках. Будем разбирать общие настройки Joomla обязательно. Сейчас мы заходим в вкладку сервер. Включить. Находим, видите, вот такую опцию здесь. Включить HTTPS. Стоит по умолчанию, у вас нет будет стоять. Кликаем и будет два варианта. Только панель управления, весь сайт. Выбираем весь сайт. Сохранить и закрыть. Сайт обновляется. Настройки успешно сохранены. И Joomla автоматически делает редирект ссылок со старого домена. Потому что ссылки же меняются с HTTP на HTTPS. И даже в панели управления, обратите внимание, у меня уже замочек. Безопасное подключение. И смотрите момент. Если вы что-то не так сделаете во время настройки SSL сертификата, не включите его, не реализуете его на хостинге, Joomla не пустит вас, не покажет вам вот эти опции. То есть включение только на Joomla этой опции вам ничего не даст. Сначала обязательно к этому вашему домену нужно SSL включить. По сути все. Смотрите, как будет автоматически делать редирект Joomla. Сама редиректит. Вот видите, у нас старый домен. Я его обновляю. И сейчас Joomla средиректила, потому что она показывает замок. И все, адрес у нас поменялся с HTTP. Давайте посмотрим. Вот если просто в блокноте удобно смотреть. Видите, букву в CS подставилась. На любую страницу я сейчас зайду. Все, все ссылки автоматически средиректились. Смотрите, к чему я клонюсь сейчас. Вы должны понимать, что вот эту процедуру переключения на SSL желательно делать, когда... То есть сайт вы сделали, потом вы включили SSL. Это нужно сделать перед тем, как вы добавите сайт в поисковые машины Яндекс и Google. То есть добавите сайт в панели Webmaster Яндекс и Google Search Console. Для того, чтобы поисковики начали индексировать ваш сайт. Да, конечно, там есть инструменты перехода со старого HTTP на HTTPS. Вот это заморока. Это для сайтов, которые уже давно индексируются и только-только переходят на HTTPS. У них выбора-то нет, сайт уже добавлен в поисковики. И там в панели Webmaster надо будет колдовать, чтобы переехать, по сути, на новые ссылки, чтобы поисковики это подхватили, чтобы вы не потеряли вот эту выдачу трафика с интернета. То есть это информация для молодых сайтов. Вот если сайт молодой, выполните обязательно это действие до того, как ваш сайт будет индексироваться. И последний, заключительный момент. Мы можем протестировать, правильно ли SSL и на всех ли страницах. Еще может быть такое, что он не на всех страницах существует. Вы можете погулять по страницам, и обычно здесь будет сразу высвечиваться ошибка. Но у меня, в моем случае, все нормально. Смотрите, я копирую адрес сайта. Вам надо перейти на некий сервис. Ссылку я оставлю также на своем сайте fedorvasiliev.com в статье. Вот на этот сервис, чтобы вы могли протестировать. Вот в это поле вы вставляете свой адрес сайта. И нажимаете на кнопку. И здесь нужно немножко подождать. Проверка завершена. Во-первых, он показывает, какой сертификат. Действительно, Let's Encrypt. Это наш сертификат. По сути, вот это проверка всего сайта. И видите, стоят везде зеленые галочки и три зеленых замочка с галочками. Вот у вас должно быть то же самое. Это говорит о том, что все правильно. Весь сайт правильно настроен под SSL соединением. Если будут здесь какие-то красные крестики, значит где-то вы что-то допустили не так, какую-то ошибку. Вот это обязательно нужно проверить, чтобы вы сами знали, что у вас все в порядке, все настроено. На этом данный урок я заканчиваю. Субтитры сделал DimaTorzok